И сегодня я хочу рассказать про навыки коммуникации, которые могут быть полезны доктору при общении с пациентами в конфликтных ситуациях. В 1999 году было опубликовано достаточно интересное исследование в журнале «Архив внутренней медицины», это журнал из Великобритании, который показал, что в среднем в амбулаторной практике у врачей примерно одна из шести консультаций – это коммуникация с трудными пациентами. Это либо сообщения плохих новостей, это либо какие-то конфликтные ситуации. И были исследованы основные предвестники, которые могут привести к конфликтам. И было показано, что одними из ключевых факторов, которые влияют на возникновение конфликта между доктором и пациентом, являются эмоциональное состояние пациента и доктора, также социальные и психологические факторы, и очень важное – это боль, которую чувствует пациент, а также количество симптомов. Если просто, то конфликт – это несогласие, которое может причинить вред. И вот несогласие – это является основой, по большому счету, любого конфликта. Любой конфликт протекает в несколько фаз. И первая фаза – это разочарование, которое наступает у человека, у пациента, который может прийти к доктору, и его ожидания не совпадают с тем, что может предложить доктор. Следующая фаза – это концептуализация. То есть то несогласие, то разочарование, которое испытывает пациент, уже воплощается в некую форму. И уже на третьей стадии конфликта она уже принимает различные выражения. Это выражение может носить как вербальный характер, так и невербальный характер. Пациент может подавать жалобы на доктора, либо даже подавать в суд. И возникают судебные иски. И в конце концов на четвертой фазе происходит какой-то либо результат этого конфликта. В 1974 году двумя исследователями, Томасом и Кильманом, была предложена модель пути решения любого конфликта. По большому счету, при возникновении конфликтов здесь должно учитывать как собственный интерес, так и интересы соперника, который участвует в конфликтах. В данном случае – интересы пациента и интересы доктора. И существует пять основных возможных решений. И самым оптимальным решением является сотрудничество между доктором и пациентом, когда достигается ситуация, когда интересы и доктора, и пациента ставятся превыше всего. Какие же варианты отношений вообще существуют в медицине? Первое – это патернализм или отцовство, когда главный человек, который принимает решения в медицинской практике – это медицинский сотрудник. В данном случае – врач. Вторая модель – это потребительство, когда главный человек, который принимает решения – это пациент. И, по сути, он выбирает те медицинские услуги, которые ему комфортны, которые ему необходимы. И самая правильная и эффективная форма сотрудничества в медицине между доктором и пациентом – это партнерство, когда отношения принимаются совместно. Ведь это совместное принятие решений так для того, чтобы достигнуть максимально приемлемого результата для пациента и доктора. И вот такой модель общения, когда соблюдается партнерство между доктором и пациентом, является калгорикаммерческая модель медицинской консультации. Она была впервые придумана в 1996 году исследователями из Великобритании, из города Кембриджа, и из Канады, из города Калгари. И основоположником данной концепции является Джонатан Силлерман, который является президентом Международной ассоциации по коммуникации в сфере здравоохранения. Какие же основные ошибки бывают при конфликтах между доктором и пациентом? Первое – это когда идет ответ на провокацию, и он проявляется, как правило, в виде ответных обвинений, либо обиды на то, что говорит либо доктор, либо пациент. Вторая ситуация – это преждевременное переубеждение, то есть когда либо доктор, либо пациент используют преждевременно контраргументы, успокоение, либо предложение альтернатив, при этом не приняв позицию пациента, либо доктора. Основным путь к переубеждению и профилактике любых конфликтов, и даже их разрешения, является принцип партнерства, который заключается в том, что человек не будет готов слышать вашу позицию, аргумент, успокоение, либо предложение альтернатив, пока не выскажет свою и не почувствует, что вы ее приняли. При этом решение любого конфликта можно представить из четырех шагов. Во-первых, это определить причину конфликта, почему он возник, и выслушать позицию конфликтующей стороны. Второй этап – это принять эту позицию, такой, как она есть, без осуждения. Проявить эмпатию в случае наличия эмоционального конфликта, и предложить уже варианты решения. В том случае, когда мы определяем причину конфликта на первом этапе, очень важны навыки коммуникации, такие, как открытые вопросы. Открытые вопросы позволяют врачу понять, в чем причина того несогласия, которое лежит в основе конфликта, с чем пришел пациент. Это навыки активного слушания, которые позволяют врачу сделать таким образом, чтобы пациент полностью высказал свою позицию. При этом доктор должен слушать не перебивая, использовать навыки фасилитации, которые стимулируют пациента полностью высказать свою позицию. После этого необходимо обобщить все то, что сказал пациент. Этот навык позволяет структурировать те проблемы пациента, которые у него есть, и достигнуть согласия. Следующим шагом, это очень важный шаг при решении конфликтов, это принятие. Это принятие чувств, мнений, реакций пациента, что важно без осуждения. Они могут быть самыми разнообразными. И важно, что принятие не всегда означает согласие с пациентом. Мы должны принять те чувства, то мнение и все, что говорит пациент, но мы не обязаны с этим соглашаться. И нормализация чувства, эмпатия, если есть эмоциональный составляющий компонент. Эмпатия очень важна. Она позволяет интеллектуально отвечать на те эмоции пациента, которые возникают во время конфликта. Это умение встать на место пациента, понимание мысли собеседника, его сопереживания и ситуации. Существует достаточно много количества определений, что такое эмпатия, но если с практической точки зрения, существует определенный алгоритм, как эту эмпатию проявлять. Этот алгоритм называется НЕС, и он состоит из пяти шагов. На первом шаге мы должны назвать ту эмоцию, которую испытывает пациент. На втором шаге выразить понимание, что та эмоция в этой конкретной ситуации абсолютно нормальна. И, скорее всего, большинство людей испытывали те же самые эмоции. После этого необходимо нормализовать ту реакцию, которая есть, и оказать поддержку. А поддержка может быть оказана в самых разнообразных видах, от заботы, понимания, желания помочь, партнерства или даже похвала. Очень важно, чтобы пациент не оставался один на один со своей проблемой. И даже если он конфликтно настроен, должен понимать, что доктор все-таки на его стороне, и он хочет ему помочь. После этого последний четвертый шаг решения конфликта – это уже предложение вариантов. Это очень важно, поскольку предложение вариантов должно быть на последнем месте после принятия и эмпатии. При предложении вариантов информация должна сообщаться маленькими порциями, без медицинских терминов и обязательно с паузами, чтобы у пациента было время вообще осознать, что происходит, что сказал доктор. Во время паузы доктор наблюдает за поведением пациента, и это позволяет ему также использовать эмпатическую реакцию на его эмоции. Обязательно необходимо использовать проверку понимания, что же вообще понял пациент из того, что сказал доктор. И реакции пациента направляют уже дальнейшую коммуникацию. Очень важно, помимо вербальных компонентов общения, также невербальное общение. И действующими навыками, которые помогут решать любые конфликты, является эта открытая поза, когда доктор сидит расслабленно, его тело направлено в сторону пациента, и отсутствуют какие-либо барьеры. Очень часто стол, который находится, допустим, в кабинете доктора, прием был оттокнут, прием является барьером. И желательно убрать барьеры между доктором и пациентом при общении, в том числе при наличии конфликтов. Спокойный тон голоса и доброжелательность позволяют также решить конфликт, поскольку идет зеркальное отражение поведения доктора. Если доктор будет спокоен, то пациент видит, что доктор контролирует ситуацию, и, скорее всего, конфликт будет улажен. Спасибо большое за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова